Дорогие друзья, всем огромнейшие приветики! Меня зовут Марианна, и вы на моем YouTube-канале про моды стиль шоппинг, шмоточки и рум-туры. И мы сегодня с вами приехали в ТЦ-авиапарк, и снимаем в понедельник, и я почему-то не учла, что сегодня нерабочий день. Но я надеюсь, что многие предпочли прогулку, шоппингу в ТЦ, ведь погода сегодня стоит чудесная. Пока мы не начали, хочу передать всем огромное спасибо от Миши за ваши такие приятные комментарии. Он с такой радостью, с таким трепетом все их читал, просил, мама, что лайки-то не ставишь этим комментариям. В общем, исправлюсь, поставлю. Ну что, а мы с вами пойдемте, пойдемте смотреть обзор первого магазина из трех наших сегодняшних. Пойдемте! Так, первый обзор на сегодня у нас будет топ-топ. Пойдемте смотреть, что есть, и у меня есть для вас небольшой сюрприз. Я попробую, я пока не знаю, что у нас из этого получится, но ко мне приехала моя подруга Катя с иным размером, чем мой. И мы сделаем такой челлендж, попробуем либо одинаковые луки примерить на нас обеих, либо просто для нее подобрать комплект. Пока мы ее ждем, мы прогуляемся по залу и отберем для меня, для меня одежду, которую бы я хотела примерить сегодня. Например, здесь я вижу платье-комбинацию, и вы не поверите, вот на мне точно такая же. Мне, конечно, больше нравится с кружевом в тон, но в целом это платье, я люблю своей бесконечной любовью, оно не мнется и подходит лично в моем гардеробе подо все. Вы помните, что я искала идеальное черное платье? Маленькое, вот оно, мое маленькое черное платье. О, еще одно маленькое черное платье нашла я сейчас. Здесь шнуровка сбоку, то есть оно довольно глухое, длинный рукав, глухой ворот и деликатная деталька, как прорезь со шнуровкой сбоку. Тоже можно примерить. Здесь еще пальто у нас, мой любимый цвет автобуса. И в этом же цвете есть, между прочим, футболки. Тоже неплохие. Одна с игривым сердечком, правда оно в тон, возможно, вы его даже не увидите, видно? И вторая без. Мне когда нужно себя освежить, я понимаю, что мне не хочется делать смейк, не хочется делать какую-то укладку, я просто надеваю цвет, который мне идет и немножко подчеркнет мой румянчик и сделает мой цвет лица не серым. Так, здесь мини, это мини, причем я видела, возможно, даже в каталоге топ-топ на рубашку. Получался такой интересный прэпи-комплект для молодых девчонок. Вообще, надо сказать, я сейчас смотрю очень много подборок для выпускных, которые делают стилисты, и меня немного пугает то, что туда вставляют мои образы. А нужно соотносить, что девочке 18 лет, 17 лет она выпускается из школы, и вставлять туда мои какие-то вечерние выходы как минимум странно. И сразу же создается впечатление, что подборка это для дам, кому зацать. Так, а вот смотри, у нас тренч из такой переливающейся ткани, с каким-то сатиновым эффектом и необычной кокеткой. Кокеткой. Я его примерю, тоже буду в нем кокеткой. Тоже хочу этот тренч взять. Так, здесь еще у нас стегонки, но мы уже стегонки не будем смотреть. К чему я заговорила сейчас про выпускные, потому что в топ-топе как раз можно найти такие мини-платья или даже макси, но очень легкие и с девчачьим настроением. Это платье я бы не советовала, конечно, выпускной, но как летний вариант с джинсовой курткой, с казачками. Очень даже симпатик. Может быть, какую-то еще фетровую шляпу с плоской тулей надеть на голову. Костюмы в стиле Жак Мюз, в цвете горького шоколада. Блуза держится на одной лишь завязке. Но надо сказать, что это более безопасный вариант, чем те самые малюсенькие кардиганчики на цепочке. Юбка с разрезом сбоку. Можно примерить. Я бы для себя выбрала именно в коричневом цвете вариант, а не вот не в этом, хотя по цвету он мне явно лучше. Пойдемте гулять дальше. А вот девчонкам и на выпускной, и на свадьбу. Такая Сесиль Бансен или даже, может быть, отголоски Симонера Ша. Какие-нибудь крупные заколки с бусинами, с жемчугом. Я, естественно, это примерю. И эту рубашку я давала в подборке к Макси-юбкам. Кроп, который подойдет... А, вот Макси-юбка, смотри. Идеально. Здесь тонкая сатиновая юбка, к которым вы привыкли уже в миди-варианте. Здесь Макси. Тоже берем в примерочную. В нее ничего не заправишь, поэтому верх должен быть укороченным. Либо на выпуск. То есть, например, со свитшотом или даже с какой-то толстовкой, с капюшоном, с объемной. Тоже будет здорово. Возьмем, примерим варианты. Мне кажется, многие помнят мою рубашку. Awake Mode. А, нет, не Awake Mode. А ну-ки. У меня открытая спина на шнуровке там. А здесь то же самое. Объемный рукав. Только у вас нет вот этого элемента, небазовости, как открытая спина. И вам намного проще будет комплектовать подобную рубашку. И если бы вы могли потрогать материал, он очень приятный. Опять же, с таким блеском. Чуть сатиновое покрытие. И не киппинно-белый цвет. Вот, смотрите, сравниваю два. Я всегда за белый, чуть с оттенком тепла. Причем на сайте было написано, что они sold out, эти платья. Но нет, в оффлайне еще есть. Платье милашка в цвете лаванды. Напоминает мне что-то такое сельское. Хочется сюда корзинку оплетеную, а в компанию взять сапоги а-ля резиновые. Вообще в этом сезоне супертренд на резиновые сапожки. Ну, конечно, надо смотреть по условиям погодным, но составить из этого какой-то эффектный образ получится довольно легко. Так, здесь у нас трикотажный вери-пери. Ну вот, смотри, то, о чем я говорила, примерно. У нас тренч из эко-кожек. Как будто бы дождевик, косыночка, то платье и как будто бы резиновые сапожки. Покажу вам еще один костюм. В розовом цвете. Это однобортный жакет, приталенный. К нему в комплект идет юбка. А вот это уже для мамы-выпускницы. Мне кажется, я каждый раз, когда прихожу снимать обзоры в Топ-Топ, я всех делю на выпускницы, мамы-выпускницы, потому что коллекция очень бодренькая. И есть такой же костюм в черном цвете, такой под боттегу. Дополнить его какими-то крупными а-ля винтажными украшениями, как даже на мне сейчас серьги. Будет очень элегантно. Так, все. Нет, вообще не все. Но я пойду сейчас соберу комплект для себя. Посмотрим, примерим что-нибудь для Кати. И увидимся с вами в примерочной. Что, ты меня чистишь, да? Друзья, я хочу вам представить мою подругу Катю, которая любезно согласилась сегодня побыть моей моделью. Привет, я Катя. Привет, я Катя. Катя носит 46-48. И это такой челлендж не только для нас, но и для Топ-Топ, пройдет ли он под эту размерную сетку. По очереди будем примерять образы, дефилировать и немножко про них рассказывать. И предлагаю нам приступать. Все, расходимся. Первым делом я примерила Total Beige. И основная фишка, это, конечно же, Макси-юбка. И вот здесь вариант, когда мы верхний плечевой слой не заправляем внутрь, для того, чтобы не давать какого-то лишнего объема и складок. На мне трикотажный лонгслив с прорезями для пальчиков, который мог бы быть чуть-чуть короче, но в целом и так все работает прекрасно. И утепленный бондер, очень объемный в размере ML. И рыбацкие сандалии, которые, как нельзя кстати, также актуальны в этом сезоне. Если вы в прошлом ими уже закупились, продолжайте с удовольствием носить. Что еще хотела сказать? А, вам, наверное, может показаться, что на мне сейчас белье черного цвета. Вот настолько эта юбка прозрачная. Выбирайте прям очень-очень светлый нюд, потому что белье у меня не черное, и его видно. Помимо этого бомбера, здесь мог бы быть и жакет, в какую-нибудь костюмную шерсть, может даже какую-то гусиную лапку мелкую, в принц-вэльский, или тренч. Ну, тренч, что, мне кажется, бежевый тренч есть практически у каждой девушки. Красивая. Мне нравится. Такие, как будто историческая реконструкция у нас рукава, и мне нравятся джинсы, они как будто так чуть-чуть подвутягивают ноги. Тебе как вообще? Мне нравится. Я бы, знаешь, единственное, заменила бы лодки, не стала бы так прямо цитировать белый цвет, может, какие-нибудь даже черные были бы окей. Вопрос знаете, в чем? А какую верхнюю одежду сюда? Никакую. Никакую? Ну, в целом, да, уже у нас не сезон. Сейчас я что-нибудь попробую. Вот у меня здесь висят такие кейпы. Я не знаю, получится или нет, но это не повод нам не экспериментировать. Ну да, прикольно. Как будто мне... Как будто тебе зацать, да? Вот дай мне примерить. Да. Да, он очень похож на плед, который в кресле, да? Да-да-да, в вязании. Подожди, а до серый. На лорапьяну похож. На лорапьяну, да. Ждем реакции, Катя. Помпезно? Ну, такое, да, хочется на лошадь сразу съесть. Да-да, когда-нибудь, да. Скадиво. Прям на блотках. Ну что, оставляем все? Катя говорит, что я похожа на Джеки О. А мне кажется, я просто идеальная блондинка в законе в этом костюме. Причем такой костюм довольно собранный. Очень круто будет смотреться, если вы спикер на какой-нибудь конференции. Очень женственно, очень закрыто и презентабельно. Покажем юбку. Эту юбку можно было бы примерить еще с укороченной рубашкой, которую я вам показывала в зале. Рубашка подо все называется. Здесь крупные золотые пуговицы на жакете, которые, опять же, идеально сочетаются с серьгами, в пользу которых я сегодня остановила свой выбор, выходя из дома. Кто бы мог подумать, что так все сложится. И хочу отметить, какой здесь интересный выбор подкладки. Красивое сочетание, да? Вот еще одна история для того, чтобы составить новую цветовую комбинацию из вашего гардероба, уже существующего. Короче, Катя, у нас девочка костюмная. И вообще, мне кажется, проблем с подбором брюк и жакета не было никогда. Согласна? Посмотрим на брюк. Тебе виднее. Тебе виднее. Очень хорошо сели. Тебе или свободно? Нет, нормально. Пойдем сегодня куда-нибудь? Пойдем. И, смотрите, если в том комплекте у нас была рубашка с объемными рукавами, хотелось сумку геометричную и структурированную. То сюда, к мягкому льну, несмотря на то, что здесь подплечники и довольно жесткая линия плеча, хочется именно мягкую сумку хоба. Хоба. А на мне два платья. Платье рубашка с воротничком Питер Пен и сверху платье Бандо без брителей из твида. Хотелось бы, чтобы платье, которое из твида было чуть меньше, на размер нам не S, нужен XS. И тогда мы бы видели больше по подолу платья, которое идет первым слоем. Но, в целом, идея очень даже симпатичная. Эти два платья идеально друг с другом смотрятся и сочетаются. И у нас лоферы, носочки, хочется какой-то портфель, такой сетчел в руку. Короче, я в нашем выпуске отвечаю за луки, которые даже для меня слишком молодые. Но, возможно, девчонкам помладше будет интересно это посмотреть. А ты завязала платье, да? Да. А дай-ка, я вот ношу его, кстати, не завязывая сзади, чтобы оно было более трапецией. Мне причем нравится... А вы платье-то заметили, да? Это то, которое было на мне в самом начале. А ты... Подожди, ты его совсем не завязываешь? Вообще, я отпускаю их, да. Мне нравится, на тебе такая суха. Блин, здесь даже не кнопка. Но вот эту деталь я бы убрала. Мне кажется... Можно нарезать? Да, мне кажется, вот ее я бы конкретно на тебе убрала. Давай попробуем. Застегнется? Плохой вопрос? Как ты могла? Обижаешь. Сейчас глянем, как она в таком. Давай еще потуже. Давай. Сделаем талию. Да, сделаем талию. Ты как художник. А я как Мольберт. Жарковато. Не нравится тебе? Не, не нравится. Вообще, с этими ботинками, а вторых джинсы слишком объемные. Как всегда, платье парашют еще с прошлого года. Они одни из моих любимых и самых комфортных в носке. Несмотря даже на глубокое декольте, чувствую себя в нем уверенно и днем, и вечером. К чему я это? Что это платье не только может уводить вас в вечернюю какую-то драматичную историю, но и днем с, опять же, с лоферами. Поэтому это платье сошло следующим, просто чтобы не переобуваться. С лоферами, с грубыми ботинками, с сандалиями. Очень, очень даже мило. Чем мне нравится здесь юбка? Она не то чтобы парашют, но такой балун. Причем я видела подобные, стоимостью только не очень приятной. И к этому платью еще классно будет какую-нибудь портупею надеть, для того, чтобы подчеркнуть талию. Если раньше подобные платья парашют делались без отрезной талии, то сюда как раз вы можете придумать какой-нибудь пояс. Разные, причем даже ширины. И это же платье есть еще в таком насыщенном розовом цвете. Но за счет сатиновой фактуры и блеска, мне кажется, что скорее черное будет более уместно на повседневку, чем то розовое. Ну и плюс оно, естественно, более запоминающееся. И так часто, как черное, вы его уже не поносите. Да, вот сразу, когда и палеты лежат на плече, без зазора, сразу же лучше выглядит, чем тут сделали. Посмотрите, два топа у нас. Бандо на белую майку надет. Возможно, каблук бы я повыше взяла? Да, подметает немного. Подметает? Да. Ты у моих ног. Спасибо, не говори. Я привыкла. Это моя работа. Да, и чуть больше ноги видно вообще в идеале. Такие трубовидные джинсы. Круче всего, как я уже говорила, с длинным мысочком и сразу же... Ага. Как тебе? Мне нравится. Эта куртка полегче чем-то. Полегче, да? И вот получился тот образ, о котором я фантазировала. Единственное, то лавандовое платье с чашечками не оказалось в моем размере. Здесь оффлайн остались только XS. И появилась эта пышная, с зажимами по бокам, практически принцессина платье. Из тюля, вернее, из сетки и с подкладкой. Подкладка, кстати, очень приятная и хорошо подобрана по цвету. И такая она чуть серинка, и поэтому идеально сочетается с цапогами, которые на мне сейчас. Возможно, я бы надела для большей кичовости резиновые, но здесь серые, жакейские. Ну и, конечно, косынкой не хватает большой плетеной корзинки. Мне для антуража, что я отправилась за грибами. Или велосипеда с корзинкой. Поверх на мне тренч, который, возможно, издалека. Вам покажется дождевиком. Он как будто покрыт водоотталкивающим слоем. Но нет. Эко, эко, эко кожа. Мы даже рискнули примерить кроп-рубашку. Как ты себя в ней чувствуешь? Не свободно. Не свободно, да? Короче, идеальный вариант тогда брать свою рубашку или мужскую рубашку и рубить ее на нужной. Да, чтобы она была широкенькая. Да. Потому что еще учитывая складки, которые здесь собраны, они с одной стороны увеличивают грудь, а с другой как будто ее немного собирают. Поэтому мы даже расстегнули еще одну пуговицу и создали декольте поглубже, чтобы раздвинуть вот эту вот зону. Ну что, ты переодевайся в своем, и мы с тобой увидимся в следующем магазине. Я просто советская кукла в этом платье. Правда, то ли на девочку 5 лет его шили, то ли на кукольный нарядик, но мне очень нравится. Я прям, во мне как будто бы проснулась вот та самая внутренняя малышка, которая хочет шкодить. Причем, обратите внимание, если бы это платье было не в таких светлых, наивных оттенках, как это, а более темное, его бы можно было увести в гранж и надеть с колготками в сетку, с огромными массивными ботинками. А вот к этому так и просится обувь все-таки чуть-чуть с игрушечным акцентом, чуть-чуть какой-то игрушечной формы. Возможно, это даже могут быть лоферы, а-ля, как у Versace, с огромной платформой под носочной частью, но в пастельных светлых оттенках. И обратите внимание, пояс здесь очень круто закреплен в боковом шве. У вас есть несколько вариантов, как его завязать. Например, вы можете сделать бант сбоку или, наоборот, увести вперед или, как мне до этого, завязать сзади. Итак, на мне джинсы черные такие, чуть как будто простиранные немного, с отрезанным поясом. Обратите внимание, лонгслив на косточках сидит, кстати, хорошо. Даже если вы поднимете высоко руки, проверю, не съезжает. Возможно, это для груди нулевочки, как моя, но в целом сидит комфортно. Здесь еще очень длинные шнурки для того, чтобы себя еще по талии расшнуровать по-разному. И для чего вообще я примерила этот образ? Мне все-таки хочется накинуть сюда кейп серый, который мы уже пробовали примерить на Катю, потому что это классная штука для утепления куртки-косухи. Итак, сейчас похлопка она мне появится. Давай. Ю-вуаля. Здесь еще на пончо отделка из кожи, правда, чуть по цвету отличается от черного, но если действительно нужно утеплиться, завернуться, по-моему, классно. Вот еще один кроп-жакет, который я хотела вам показать вместе с Макси-юбкой. Тут, как мне кажется, есть несколько вариантов его вязки. И вот у меня пока получилось такое, можем с вами еще поэкспериментировать, что-нибудь еще завернуть. Вот, наверное, как на самом деле планируется носить этот жакет. Ну вот хочется прям, да, его сделать покороче, сделать его топом. А если его полностью расстегнуть? Нет, видите, фолдит немного низ, поэтому мой вариант с перекрученными бортами мне больше всего нравится. Ну что, мы здесь закончили. Сейчас мы чуть отдохнем от примерки, сходим с вами в обувной, и потом опять примерка. Катя меня покинула. Продолжать буду далее. Примерку я одна. Но хочу проверить вашу интуицию. Как вы думаете, что в итоге забрала с собой Катя после нашей примерки? После обзора иконики я вам раскрою все карты. А пока мы с вами пройдемся по трендам этого сезона и покажу вам все на примерах. Пойдемте. И перед тем, как мы приступим к трендам, я вам хочу напомнить. Не раз уже об этом говорила, что вся та база, все те модели обуви, которые мы купили в том сезоне, тем летом, она вся у нас осталась, и мы ее продолжаем носить. А вот одна из новиночек смотрит на меня прямо у входа. Это плетеная обувь. Плетеные мюли мне очень понравились у Сальваторо Феррагамо. А здесь у нас а-ля сандалии слинкбеки, кстати, тоже одна из фишек в белом, черном цвете. И еще чуть-чуть другая модель. Вы заметили, кстати, что подошвы у нас чуть утончаются? То есть массивная подошва потихонечку все-таки нас покидает. Но именно протекторная. Я вам расскажу, что происходит сейчас с высотой платформы и подошвы. Вот как раз под Макси юбки из денима или атласные будет прям замечательно. Или под льняные костюмы. То есть это альтернатива кожаным, брутальным сандалиям рыбака, только чуть более элегантная и новенькая модель. Вот еще пример очень классных слинкбеков. То есть как будто бы лоферы, но напоминают нам детские сандалии. Кстати, очень мягкая кожа. Хочется, Миш, тебе дать потрогать, чтобы ты подтвердил мои слова. Так, а здесь у нас капсульная коллекция Ксении Челингаровой. Она вся из эко-кожи. Мне кажется, это прям подборочка для девчонок на выпускные цвета. Очень приятные. И здесь вот та самая актуальная модель. Широкий кап-лук плюс платформа под носочной частью. И классические модели босоноги слинкбеки, лодочки Китон Хилл, как я, знаете, люблю говорить, для выпускницы, для мамы. И мюли Мэри Джейн. Ой, смотрите, как интересно. Здесь два ремешка. И один может быть на пяточку. Другой остается как Мэри Джейн ремешок. А могут оба перейти вперед. Так, что еще? Что тут у нас интересного? Ой, дутые сандалии. Смотри, какие. Также у нас с прошлого сезона это осталось. Здесь премиальная линейка. Смотри, какая. Мне нравится. И вот черная бы, я бы... Надо, кстати, узнать, есть ли черная. Она почему-то на скидке. Интересненько. И из этого стенда больше всего я вам хочу показать вот такие босоногие с круглым мысом. Причем еще не раз я здесь, гуляя по стендам, обращу ваше внимание на подобную идею. И даже возьму их примерить. Так, тут у нас вот опять же классика прошлого лета, переходящего в это. Это мюли на шпильке или на широком каблуке, или даже на невысоком. Сандалии на липучках. Здесь резиновая подошва, такие легенькие возвращаются. Мягкие лоферы. Как мы увидели под детские сандалики из мягкой кожи, так вот так же. И прям мягкие, как чешечки. Вот опять обращаю ваше внимание на круглый мыс. Такие чуть-чуть зероу, мне кажется. Круглый мыс. Сколько раз я сегодня это произнесу. Ой, а вот эти мне напоминают, смотри, как тут бренд назывался. Типа кемпер, где был вот этот прорезиненный борт у обуви. Это просто не убивашка. Круглый мыс. Круглый мыс. Да, да, ну наконец-то что-то происходит. Наконец-то что-то новенькое. И вот с этих сандалий я начну свой рассказ про платформу. Приветики. И здесь еще классная фишка, что куча-куча ремешков тоже является такой акцентной деталью сезона. И сандалии фишермена поднимаются на каблук. Тут смотрится классно. А вот они еще детские сандалии, под которые хочется еще надеть носочек с таким кружевом. И какое-то инфантильное платье, как я примеряла в топ-топ. Смотри, я хочу эту шляпу примерить. Сейчас попросим ее снять. Под какой-нибудь льняной костюм с рубашкой. Так. О. Нет. Что-то я неправильно сделала. В общем. Вообще еще очень много интересных сумок. Что-то мы про сумки сегодня не проговорили. Опять же такая летняя темка. Шляпу соломенную, льняной костюм и эту сумку. Так, а здесь у нас квадратный мыс. Ого. Что это за коллекция? А, это коллапс с порталом. Смотри, какие хорошенькие мюли. Тут же очень мягкие. И вот это. Лоферы на платформе. Вьетнамки на платформе. Просто как игрушечные. Ну, круче всего они смотрятся с каким-нибудь костюмом, с легкими брюками. Клеш. Такие с налетом 70-х. Возможно, даже какой-то принт. И вот еще тоже вьетнамки на танкетке. И шнурком, который перематывается вокруг щиколотки. Тоже, мне кажется, довольно комфортная модель. Ну, и базовые еще с того сезона. Босоногие на вот таком интересном каблучке. Отдельное внимание я еще хочу уделить бижутерии, с которой я первый раз познакомилась во время нашей съемки с иконикой для презентации новогодней коллекции. Так. Посмотри, ну, просто никакой Сваровский нам не нужен. Крупные кристаллы. Я сейчас еще посмотрю цены. 4 тысячи рублей, 3,990. Тяжеленькая. С какой-нибудь футболкой, которая застиранная. Можно в несколько слоев. Будет здорово. Вот тоже очень красивые серьги. Они у нас как раз были в новогодней съемке. И вот парные браслеты. Если вам предстоит вечеринка в греческом стиле, обратите внимание, есть вот эти литые браслеты в иконике. Так, тут у нас кристаллы. Вот очень интересная цепочка. Тоже в один слой с кристальчиками. Какие симпатичные сабу на танкетке. А здесь я еще хочу вам показать, что лоферы поднялись на каблук. И широкие, уверенные. И на платформу под носочной частью. И кое-что еще поднялось на каблук. А-ля Биркенштоки. А не только кроссовки поднялись на каблук. В общем, мне очень нравится, что очень классные цвета. Вот я даже хочу показать вот эту модель. У меня такие в серебряном цвете остались после нашей новогодней съемки. Это очень-очень удобная модель. Круглый мыс. Кайфовые сандалии на таких деликатных тоненьких перемычках. И обратите внимание, это вьетнамки. Это я как раз побежала еще за одними вьетнамками, такими минималистичными. И вот вы можете увидеть, что у вас есть даже в серебре. И как я говорила, если мы заговариваем про выпускные, то, что практически к любому цвету платья вам подойдет обувь в цвете металлик. И здесь довольно комфортный, невысокий каблук, как раз для молодых девчонок, чтобы весь вечер провести на ногах, танцевать, веселиться и не думать о том, как бы побыстрее скинуть обувь. Так отнесу обратно и вернусь к вам дальше. Потому что хочу показать рыбацкие сандалии. Были похожие, мне кажется, у Чорч. И они были мужские. И я уговаривала своего мужа примерить такие, но он до сих пор не соглашается на вот эти дышащие туфли, как мы их называем. А вот женские на чуть более высокой платформе. Легенькие. Высокая подошва, но она прорезиненная. И вот эти более аккуратные, идеально будут, если вы любительница классики, классических костюмов и платьев, даже футляров, которые доходят чуть, наверное, ниже, чем до середины икры. И танго. Танго – это вот эта вертикальная перемычка по ножке. Мэри Джейн горизонтальная на подъеме, танго вертикальная по ноге. Тоже актуалочка. И вот еще классные дутики. Смотри. В общем, я вам сейчас продемонстрирую на себе. Ноги у меня не то чтобы очень красивые. И, возможно, вам не очень будет приятно на это смотреть. Но я хочу примерить несколько моделей и понять вообще по комфорту, как они мне. Я их сегодня с собой заберу. Мне нравятся. Очень удобные. У них как-то то ли велюровая подошва. И в них как в тапочках каблук вообще не чувствуется. Обувь – это, конечно, для смелых. Но удобные, как тапочки. Я слегка себя ограничила в выборе цветовой палитры, потому что мне хочется показать обувь, которая бы подходила к комплекту, который на мне сейчас. Ну, вот все. Все, что я хотела сказать. Поэтому обувь у нас черная и белая. Я еще нашла сумку сюда. О, здесь есть, кстати, даже длинный ремешок. Я думала, это клатч. Еще хочу сделать такую небольшую ремарку, что слингбэки не должны вас ограничивать от комбинации подобных лоферов с колготками или носками. Это тоже будет классно смотреться. А вот лодочки-слингбэки, там уже свои нюансы. В любом случае, сейчас даже босоножки носятся с колготками. Ну, пятка, открытая пятка точно не препятствует. Очень классно, если вы такие лоферы. Они все равно чуть-чуть подвинтаженные. Поддержите каким-то еще элементом в образе из, возможно, 80-х, 60-х, 70-х. Я бы скомбинировала их, например, с драными джинсами и твидовым жакетом-боксом. Или та самая рубашечка с воротником Питер Пен. С брюками или юбкой. И какой-нибудь винтажный ридикюльчик. Или винтажной формы класп. Это я вот на такой застежке сумки называю класпами. Такие классные балетки. Очень удобные. Но даже я пока в некотором замешательстве, с чем бы я их носила. Возможно, это просто не моя обувь, не такая непривычная мне. Наверное, это были бы, скорее, длинные брюки, перекрывающие перемычку Мэри Джейн и оставляющие только вот этот заквадраченный мыс. Или, возможно, это какое-нибудь объемное, длинное трикотажное платье в каких-то светлых оттенках. А мы переобуваемся и пойдем дальше. Так, что в итоге взяла Катя? Во-первых, ей была очень классно укороченная куртка-косуха. Первая объемная, удлиненная. Есть нюансы. Слишком много фурнитуры контрастной. Вроде бы рукав хочется чуть уширить, а саму куртку чуть укоротить. Короче, укороченная кожаная куртка. Льняной костюм, конечно же. И блуза художника. Вот та самая белая с объемными рукавами. Так, а мы с вами сейчас идем далее. Будем обсматривать, хотела сказать, обзирать, делать обзор бренда Nice One. Именно сюда я хотела позвать Катю на примерку. Потому что, как я уже говорила, девочка, она костюмная. И любит комфортную, простую, удобную базу. Я думаю, что если вы знакомы с брендом, вы знаете, что основная фишка – это очень хорошо сидящие костюмы. Мы обязательно возьмем что-нибудь примерить. Мне вот, например, нравится вот этот жакет, как будто чуть врубчик из костюмной ткани. В составе здесь вискоза 80%. Прямой, лаконичный. Интересно, есть ли от него брюки. Возможно, это только жакет. И вот мне еще нравятся такие свободные брюки со стрелками и защипами. И это, кстати, костюм. Вот его бы я взяла Кате. Смотри, еще футболка в красивом граффити. Такое не зря здесь висит рядом с голубым костюмом. Очень красивое сочетание может быть. И как альтернатива такому глухому черному цвету. Очень приятное. Сейчас я гляну, что здесь в составе. Это хлопок 95, 5 эластан, стоит 2,670. И рядом с ним еще такие а-ля майки-алкоголички. Так, тут у нас тренчи. А вот это другой костюм. Вернее, жакет. Здесь чуть по косой пуговица. А здесь уже прямой, однобортный. Костюмы с шортами, с футером. Мне кажется, здесь настолько длинный свитшот, что он практически перекроет шорты. Их будет видно совсем немного. Ой, просто цыпленочек, цыпленочек. Вот тоже мне нравятся джоггеры. Цвет даже не пойму какой. Вроде чуть-чуть в зеленцу отдает. Вроде серый. Такой stone. Этот цвет называется stone, как каменный. И вот у нас отличное сочетание. Сюда бы я еще взяла для цветового акцента. В голубом цвете тренч. Хочу вам показать костюм, на который я первым делом обратила свое внимание при знакомстве с брендом. Жакет из костюмной ткани, с цирковами, фонариками. Так, что-то внутри пытаюсь нащупать сеточку, но нет, сетки нет. Они так держат форму. В комплекте брюки-дудочки. Есть в сером цвете, а я примеряла в коричневом. Причем они, знаешь, не сильно отличаются. Сейчас покажу. Прям на полу-полу тонах. Нашла тут еще жакеты а-ля смокинговые. Они есть в сливочном цвете. И в таких костюмах очень классные брюки. Посмотри. Причем здесь как раз для облегчения комбинации сочетаются два цвета, чуть более айвори и такой кипенно-белый. И вы можете топ взять как раз белый атласный, и все будет идеально сочетаться с таким колор-блоком. И сейчас я еще покажу в черном цвете. Вот они. Такие брюки-бананчики с защипами на высокой посадке. Такие довольно узенькие внизу, кстати. Так, здесь у нас специальное предложение. Еще остались утепленные тренчи. Видимо, у нас новогодняя коллекция. Ого! Смотри, комбинашка на пуговичках. Может быть, как-то она может интересно сесть, что будет кат-аут, как-то все это будет опускаться. Вот смотри, тоже милашка. Может быть, даже какой-нибудь выпускной было бы прикольно. Так, здесь у нас целая палитра тренчи. Обратите внимание, есть черный, голубой, холодный. Ой, знаешь, что напоминает мне? У меня у мамы была какая-то чешская, знаешь, или польская куртка. Вот прям в таком цвете. Так, мне кажется, все времена СССР помнят этот цвет. Я думаю, что вот этот тренч мы возьмем в примерочную. Чем-нибудь попробуем по цвету скомбинировать. Ну что, друзья, я предлагаю нам уже перемещаться в примерочную. Сейчас пока погуляю по залу, что-нибудь присмотрю себе. Без хлопка, без хлопка, пойдемте. Сегодня вы увидите на мне всю палитру базовых комплектов. Не сложных, но интересных. Например, на мне сейчас твидовый жакет, приталенный, однобортный, очень женственный. Ну, прям просится он в офис. Но в комплекте к нему брюки, чем-то напоминающие карго. Так вот, если вам хочется подхватить вот этот тренд сезона, но пока страшно на себя примерить широкие свободные брюки с накладными карманами, попробуйте нечто подобное. Форма вам знакома. Это а-ля брюки с защипами, джинсы с лаучи. Из плотного хлопка, который очень приятный, во-первых, к телу и хорошо держит форму. Сейчас я сменю жакет на футболку и покажу вам, как они сели в зоне талии. Еще раз обращаю ваше внимание на базовые футболки, у которых рукавчик как будто чуть торчит под углом. Здесь в составе хлопок и эластан. Мне очень нравится, как она пластично ложится на тело. И ремень. Надо сказать, что спасибо огромное, что вы делаете такое огромное количество отверстий. И этот ремень можно носить и на бедра, и на талию. Хотя, как правило, когда я беру где-то в отделе ремень для того, чтобы себя приталить, не получается этого сделать, и приходится что-то там подворачивать. Вот здесь удачно легло. И вы видите, что футболка в цвете графит отличается от черного цвета у пояса. Сюда можно добавить еще какие-то массивные украшения. Причем это могут быть как цепи, так и какие-то крупные серьги. Или бейсболка и поверх накинуть тренч или какой-нибудь объемный жакет. Буквально недавно мне прилетел вопрос, можно ли свитшот и худи от моего костюма носить с костюмными брюками, со стрелками. Вот сейчас мы видим примерно такой вариант. Причем со свободными прямыми брюками или с брюками палаццо. Это прям точно окей, в зависимости от того, как вам больше нравится по степени расслабленности. То есть я могу себе позволить надеть удлиненный свитшот со свободными брюками и не бояться выглядеть, возможно, чуть больше, возможно, чуть ниже. То есть вы примеряете у зеркала, встаете и смотрите, нравится вам или нет. Никаких правил в отношении того, что спортивный свитшот нельзя носить с костюмными брюками, не существует. Немного без этого тренча мой костюм сегодняшний напоминает какой-то наряд медработника. Особенно учитывая, что на мне еще и белые кеды. Обувь мы с вами уже обсудили. Если вы собираетесь приобретать кроссовки или кеды в этом сезоне, то обратите внимание, вот на белые базовые. Будет вам счастье, никаких заморочек с тем, как их комплектовать. Я думаю, всем привычная модель типа Nike. Как Air Force они называются? Air Force Air Max. Да-да-да. Плюс на мне поверх тренч. Интересное цветовое сочетание вышло. Даже как-то неожиданно это все получилось. Тренч из хлопка, тоже довольно объемный. Сейчас я гляну, какой на мне размер. Все, моя повседневочка. Излюбленный кэжуал образ всеми блогерами, стритстайлерами. Да и, возможно, и вам он будет полезен. Лук-трансформер. Вы выходите довольно холодным утром по делам. В течение дня вам становится жарковато. Вы снимаете джемпер и повязываете его на плечи. И остаетесь в жакете, в майке. Ну и низ у нас неизменный. Вот за этим самым нужны жакеты Oversize, чтобы была возможность поместить довольно плотный свитер крупной вязки под него. Еще обратите внимание на цветовое сочетание таких разбеленных оттенков, абсолютно разных цветов. И как они неплохо сложились в единый комплект. И заканчиваем мы с вами в образе урвала последний размер. Был найден эко-кожаный жакет, который остался последний здесь, офлайн, в Тренд-Айленд, в авиапарке. И юбка из новогодней лимиточки. И лонгслив. Мне, честно говоря, тоже кажется, что он откуда-то из той же коллекции. Здесь, видите, волнообразный низ. Мне кажется, мы уже такой примерялись сегодня. И обратите внимание на юбку. Вам сразу бросается в глаза, наверное, что она из какой-то вечерней коллекции. За счет этого сатинового, переливающегося покрытия. И вот эти защипы. То есть, вроде бы прямая юбка с высоким разрезом. Но защипы могут сыграть вам как на руку, так и против. Нужно смотреть горизонталь. То есть, мне как раз она добавляет объема в места, где у меня в бедрах провалы. Также будет классно тем, кто, наоборот, пытается чуть-чуть увеличить визуально бедра. А вот девчонкам, которые не хотят давать акцент в эту зону, обязательно нужно примерять и смотреть, на нужном ли месте складки. Не расширяют ли они. И, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Я пойду сейчас без камеры осматривать Тренд Айленд. Возможно, мы когда-нибудь сюда придем вместе с камерой. Примерим все, посмотрим. Я им всех целую. Всем пока-пока.